Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Мигу. Всех с Днём Победы! Всех с 9 мая! Ура! И сегодня у нас будут очередные уже новости о GTA 6. То есть, так получается у меня на канале, что у меня они по паре видосы выходят. Сначала FIFA 20, потом GTA 6. Ну или наоборот. Но они выходят прямо в связочке, один за другим. GTA 6. Мы её ждём. И анонимный источник. На сервис уже из анонимных источников появились некоторые новые подробности, которые были слиты в интернет. Всё тем же анонимным источником. Поэтому давайте не будем медлить и сразу перейдём к делу. Погнали! И давайте сразу подробности по поводу героя. Кто-то говорит, что их опять будет 3, причём один девушка. Кто-то говорит, что их будет 2. Но! Пока что Rockstar упоминают про одного игрока. То есть, говорят просто как герой. Не герои, а просто герой. И сюжет будет завязан на том, что от мелкого преступника, такого знаете, типа как СиДжей таким был, помните? Типа сначала Грув Стрит там свою улицу завоёл, типа такого, и разрастрался. И в итоге Лос-Анс весь захватил. То же самое будет и в GTA 6. От мелкого преступника, да, прям профи! Прям, уууу! Какой профи! И вот ещё повторюсь, это очень сильно напоминает СиДжей. Надеюсь, вам тоже. И я не один такой. Этот герой, пока ещё неизвестно его ни имени, ни возраст, ничего. Но герой проживает в Либерти Сити в 80-х годах. И по ходу сюжета он будет перебираться в Вайс Сити. Вот Либерти Сити я обалдел, когда узнал, что Либерти Сити будет. Тем более в 80-х, это вообще. А вот про Вайс Сити в 80-е мы с вами говорили уже неоднократно в прошлых видео. Поэтому здесь я угадал. Но путешествие между городами будет возможно, понимаете? Это какой же будет открытый мир? Огроменный просто. Также будут мелкие посёлки, большие пустоши. Ну, огроменный открытый мир. Это всё ясно. И также есть такая информация, что сюжет может проходить не как у СиДжей, например. Там вообще по ходу время заморозило было, да, замёрзло по сути. То есть, ну, по ходу прохождения, хоть GTA 5, хоть, да, абсолютно других GTA тут никогда не было написано, типа, что прошло 5-10 лет, типа такого. А здесь говорят о том, что могут показывать города в разные годы. Например, он же от Ливерти Сити в 80-х, когда город только строился, когда он только превращался в топовый-топовый город, да, в мега-город, так скажем, в мега-сити. Переезжает в Ай-Сити всё тех же в 80-х, например. Потом, у меня даже просто вариантов нет, но, короче, вы понимаете, что как бы он Ливерти Сити может, не знаю, условно, прошли 10 лет и уехать в Ай-Сити, посмотрите на них в 90-е, потом, не знаю, вернуться уже в нулевые. Короче, ну, говорят, что разные годы будут. Вот и всё. Также есть вариант, что можно будет управлять организацией, которая будет располагаться в Ливерти Сити, и даже этой организацией можно располагаться, ей можно пользоваться на расстоянии, типа, ты находишься в Ай-Сити, пожалуйста, тебе никто не запрещает управлять организацией в Ливерти Сити, которая будет находиться. Так что это будет тоже очень просто. И насчёт консолей. Кто-то говорит, что на PlayStation 4 и Xbox One не выйдет GTA 6, типа, такой огроменный открытый мир может не потянуть PS4 и Xbox One, типа, там очень до всего куча будет, поэтому... Возможно, консолей не увидим. Про ПК пока молчание. Поэтому я пока не знаю насчёт персональных компьютеров, пока ничего. Ну вот и всё, друзья. Я думаю, на сегодня всё. Обязательно поставьте лайки. Хотя бы накидайте через Дни Победы, господи. Чё уж. Чё, вы не можете накидать 10 лайков. Еле-еле набираются. А я хочу 15 минимум. Маленький смрчик. Всем... Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Мигу. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok